Итак, добрый вечер. Здравствуйте. Хочу поздороваться со всеми, кто смотрит сейчас на Мерополисе, кто будет смотреть в записи и кто сейчас на прямой трансляции на Ютубе. У нас очень хорошая погода, поэтому мне особо приятно, что в такую погоду, еще в летний день, когда вечера длинные, вы нашли время для того, чтобы присоединиться к вебинару. Меня зовут Федорова Любовь, я являюсь региональным куратором Латвии. Это для тех, кто будет смотреть впервые. Многие меня знают, я знаю много людей, смотрят по нескольку раз, потому что даже пишут мне в личку, что пытаются тоже проводить такие небольшие, можно сказать, тренинги по дубликации внутри своих структур. Это то, о чем мы говорим на теме сопровождения, что с людьми нужно работать, и тех, кто хочет обучаться, конечно, нужно обучать, нужно поддерживать, и поэтому я знаю, что многие смотрят по одну и ту же тему по несколько раз. Сейчас еще у нас спаренные, так сказать, сдвоенные темы, но я думаю, когда мы их закончим, я немножечко перейду на другой формат. Будем на каждом вебинаре раскрывать одну тему, больше примеров будет, больше каких-то, может быть, случаев из жизни для того, чтобы, ну, не знаю, мне кажется, что так будет интереснее, потому что очень часто бывает, что мне приходится в течение часа достаточно быстро изложить две темы. Итак, у нас уже в прошлый четверг мы рассмотрели постановку целей, создание контактов, как мы работаем с книгой контактов. Сегодня мы поговорим о планировании и о телефонных звонках, потому что телефонные звонки сейчас очень актуальны, мы очень много делаем звонков, мы очень много делаем работы, бизнес делаем по телефону, поэтому здесь важно не только распланировать эти звонки, но еще и понимать, как применить навыки коммуникации по телефону, не только в приличных встречах, и понимать, что существует телефонный этикет, так же, как и все другие этикеты в общении. Вот, поэтому вот сегодня у нас две такие темы. Для чего нужно нам планирование? Это нам позволяет более продуктивно, можно сказать, провести день, потратить время, которое нам в этом дне отмерено. И даже существует такое правило, что правильное предварительное планирование предотвращает плохие показатели, правило 6П. То есть это не только продуктивно проходит день, но и результативно. Наши результаты при правильном планировании могут быть очень хорошими, и процент успеха может быть повышен намного. Если мы говорим о том, что стоит планировать вот прям в определенном образом, то, наверное, я скажу, что каждый записывает свои дела по-разному, каждый планирует по-разному, каждому визуально по-разному нужно, чтобы было отображено, вот отображены его задания, его дела на целый день. Поэтому каждый для себя сам выбирает, какие виды ежедневников, планировщиков использовать. Кому-то нравится просто писать список дел, это тоже классно, потому что мы видим сразу все дела, которые у нас запланированы на день, и прочитав их, мы можем сами понимать, с чего нам лучше начать. Как логист выстраивает цепочку, как пойдет машина, допустим, на разгрузку в разные магазины, вот идет большая машина с товаром, ей нужно заехать в несколько магазинов. Конечно же, логист этот маршрут составит так, чтобы как можно последовательнее было, и как можно меньше расстояние было от одной точки разгрузки до другой точки разгрузки. При этом этот же логист должен был правильно загрузить машину, то есть дать рекомендации по загрузке этой машины, для того, чтобы в первом магазине мы взяли товар, который находится ближе всего к выходу, к двери, потом мы едем в следующий магазин, значит, там должен стоять тот товар, который для следующего магазина запланирован. То есть без этого логистика просто провалится, уйдет в большой минус, вернее, торговля, доставка товара, уйдет в минус, если у них не будет логистов, поэтому и целая профессия, появилась надобность такую профессию даже создать. Так и в нашем случае, если у нас есть какие-то дела еще и с выходом из дома, то, понятное дело, мы будем планировать так, чтобы мы могли последовательно все свои дела сделать, а не тратить время, чтобы вот туда пошли, потом обратно, потом, ой, у нас еще одно дело есть. В том конце, неважно, это в конце двора, это в конце квартиры или это в конце района, да, то есть, конечно же, последовательный план мы составляем. И когда мы видим все эти дни, нам проще составить свой маршрут, условно говоря. Кому-то нравится расписывать свои дела по часам, пожалуйста, прям по каждый день, по часам, по минутам, это тоже правильно, кто умеет так жить, или, допустим, есть какая-то основная работа, которая требует соблюдать какие-то временные режимы, вот, или же есть люди, которым мы назначаем встречи, которые тоже очень зависят от времени, мы тоже планируем точное и четкое время для того, чтобы с ними встретиться или сделать звонок. То есть, планировщики могут быть разные, каждый выбирает сам для себя любое удобное, удобный способ планирования, но самое главное, у нас есть цель. Цель планирования – это увеличение продуктивности, то есть все, чтобы мы не проделывали и со своими делами, планируя их, мы всегда придерживаемся и помним о том, что у нас есть цель. Потому что наше время невозможно экономить, его можно просто потратить другим образом, но сэкономить мы его никак не сможем. Мы можем тратить на дела, которые не имеют никакого для назначения, это будет просто убивание времени, таким образом день за днем проходит, а можем потратить на вещи с большей ценностью. Мы будем понимать, что как раз-таки это и будет отвечать нашей цели, повышение продуктивности своей собственной. Есть несколько, прежде чем перейти к каким-то там, не знаю, правилам планирования, хочу сказать, что есть несколько статистических фактов, которые уже не я придумала, которые уже годами выработались, что есть правило 20 на 80, то есть 20% времени, которое мы тратим на планирование, поможет нам сэкономить 80% времени при выполнении каких-то там задач, которые мы запланировали. И второе правило, второй факт, работа со списком запланированных дел в первый же день увеличивает производительность на 25%. Проценты придумала не я, это придумали статисты и эксперты, но то, что действительно повышается производительность и высвобождается очень много времени, которое мы можем еще на что-то полезное потратить, это точно, это подтверждаю, проверила абсолютно, все проверила сама. Сама когда-то жила только по плану, абсолютно по полному плану, я записывала даже самые мельчайшие дела, даже погулять с собакой, я вписывала почему-то в этот план, не знаю, но это было еще до замужества, и я понимала, что когда у меня есть список дел на завтра, тогда это у меня были какие-то бытовые дела, сегодня это уже связано с разными видами деятельности, и с бизнесом, и прием клиентов. Вот тогда я еще научилась, что когда у тебя есть четкое понимание, объем работ, который нужно выполнить в определенный день, и потом ты понимаешь, что ты можешь отдыхать, либо отдаться своему хобби, либо провести время уже с каким-то таким вот, ну, приятно для себя, то это очень важно, то есть ты увидел этот список, и ты только, понимаете, только так щелк, 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 как орешки, проделываешь эти дела очень быстро, и между ними не теряешь никакого времени, потому что тоже можно дергаться, вспомнила одно, начала делать, вдруг приходит в голову, вот если не запланировали, что нужно было срочно кому-то позвонить, нужно было срочно какие-то e-mail отправить, мы бросаем дело, которое мы делали, мы бежим в комнату, ну, условно говоря, открываем компьютер, начинаем его загружать, искать материалы, отправлять, все, вернулись мы туда, к своему первоначальному делу, так, на чем я остановился, так, что я уже сделал, и мы начинаем опять прогонять то, что мы уже сделали, еще раз выстраивать какой-то план, и мы на это теряем время, мы каждый раз теряем время, вот на вот эти вот мелкие, даже чтобы вспомнить, да, что мы уже сделали, и вообще вернуться опять, войти в колею в том деле, которое мы прервали, вот, очень важно в планировании, учитывать при планировании, что время нам необходимо тратить только на задачи высшей и важной ценности, для того, чтобы понять, какие задачи являются важной ценностью для нас, мы можем ответить на несколько вопросов, первое, за что нам платят, мы должны понимать, что нам необходимо выполнять, вот прям досконально, за что мы получим деньги, неважно, это нам работодатель платит, или это наш бизнес, мы же платят, это такое образное слово, да, условно, за что мы получим деньги, вот именно то мы будем делать, да, то есть именно то мы будем планировать, очень важно научиться отличать для себя, выявить, какие у нас есть привычки, обогащающие и обедняющие, начнем с того, есть ли у нас какие-то привычки обедняющие, это все вредные привычки, это привычки просто так впустую тратить время, там, допустим, иногда бездумно можно сидеть в соцсетях, отвечать на какие-то вопросы, задавать какие-то вопросы, «Привет, как дела?» Вот, это все считается обедняющими привычками, потому что они воруют деньги, ничего нам не дают. Помните, как мы говорили про цели, что есть выгода, будет и мотивация, так и здесь, если есть какая-то выгода, если мы получаем выгоду от того периода времени, который мы потратили, значит, это правильно. Если выгода не какой-то, еще и может быть какой-то минус, потому что вдруг мы что-то вспоминаем, что мы потеряли время и уже не успели или опоздали куда-то, то вот это как раз нам в этом мешают эти обедняющие привычки и очень бы хорошо научиться их распознавать и выключить у себя, исключить и найти что-нибудь, что нас может обогащать. Это то, что нас может обучать, это то, что может поправлять наше здоровье, это то, что может повышать нашу самооценку. Каждый для себя сам это решает, но если мы понимаем, что мы что-то давно не делали и хотелось бы сделать, допустим, книжку начать читать, ну, хоть 10 страниц, хоть 20 страниц в день, это уже будет наша обогащающая привычка. Мы ее откроем и почитаем эту книгу, любую, неважно, это художественная литература или это обучающая литература, хотя обучающую литературу очень важно прочитывать какой-то небольшой объем ежедневно, ежедневно. Это тоже большая польза для нас и наш собственный рост. И рост как в интеллектуальном смысле и также рост в своих собственных глазах. Вот. И рост, может быть, в глазах окружающих. Потому что мы получаем информацию, всегда нужно обучаться. Вот. Еще очень интересно есть такая методика представлять себя эффективным. Мне она очень понравилась, я всегда об этом говорю. Когда мы что-то начинаем делать, можно представить себе, что за нами в этот момент ходит оператор с камеры и снимает абсолютно все. Как мы проводим время, как мы выполняем план своих работ или план заданных каких-то там задач, которые мы себе задали. Допустим, этот оператор передаст информацию о нас, нашему потенциальному работодателю, который там, ну, допустим, повышает нас в должности. И мы хотим показать себя. Не казаться лучше, не придумать что-то, да, а мы хотим просто показать, на что я способен. Я умею быть продуктивным, я умею работать и не тратить время впустую. Поэтому пусть оператор сейчас заснимет, как я классно все делаю, а работодатель все это увидит и скажет, да, именно этот человек мне нужен. Или да, он здорово работает, ему пора повысить зарплату или повысить его в должности. То есть вот такая маленькая игра с самим собой представлять себя эффективным. И это тоже помогает, потому что мы как будто бы сдаем небольшой экзамен или проходим собеседование, да, при этом мы выполняем все и потом мы смотрим, о, у меня еще сколько времени впереди есть, которое я могу потратить для себя. То есть такие методики, они помогают нам, опять-таки, быть более продуктивными. Также есть еще несколько таких важных моментов, опять-таки, при планировании для того, чтобы мы могли достигать свою цель, да, то есть цель планирования. Вот. Первое, нужно понимать, чего мы хотим вообще, составить список из 10, там, допустим, главных дел, главных целей, ну, допустим, на неделю, каких главных 10 дел мы должны сделать на неделю. То есть, опять-таки, мы можем планировать на месяц, на неделю, на год, на каждый день. Это тоже зависит от нас, как от каждого лично, как ему удобнее. А хорошо так вообще сделать план на год, потом расписать его по месяцам, потом месяц расписать по неделям. Ну, это если вот мы такие, можно сказать, таким глобальным планированием занимаемся. Вот. И когда мы прописываем какие-то основные цели, дальше мы можем понимать, откуда, куда нам двигаться, с чего мы начинаем, да. Может быть, есть какие-то важные цели, на которых нам необходимо сосредоточиться, да. Мы тогда можем дерево решений какое-то для себя создать. То есть, ну, вот удобно нам так. Вот. Может быть, допустим, от самой большой цели и вниз-вниз-вниз расписать мелкие дела, чтобы мы знали, что мы с маленьких будем начинать, для того, чтобы идти к большой. Может быть, мы на пути увидим что-то очень сложное, но это я уже как бы больше о целях говорю, да. Тогда мы расписываем, как нам вот к этому сложному прийти, потому что нам всё равно его нужно выполнить, для того, чтобы двигаться дальше, да. То есть очень, ну, мы можем всё расписывать, мы можем планировать расписывать. Это здорово, потому что мы визуально всё это видим, и если у нас есть продуманная, проговоренная, да ещё и прописанная задача, то она у нас остаётся дольше в памяти, она и чаще наша память там внутренняя, она сама начинает придумывать и перебирать какие-то варианты для решения. Ещё очень важно научиться действовать по принципу «съесть лягушку». Я всегда об этом говорю, может быть, это смешно выглядит, может быть, смешно звучит, но это очень важно, потому что на самом деле это такое достаточно распространённое неумение сделать важное и нужное, но неприятное или сложное дело. То есть это теория Брайана Тресси, он так сравнил, значит, какое-то самое неприятное, но самое важное дело сегодняшнего дня. Его нужно выполнить в первую очередь. Всё равно, что проглотит лягушку. То есть он говорит, дословно его цитата, если первым делом с утра вы должны съесть живую лягушку, то утешение может служить то, что это самое плохое, что может с вами случиться за весь день. То есть как только мы выявим в своём списке запланированных дел самое сложное дело, которое нам неприятно, или мы понимаем, что это звонок человеку достаточно сложного, с которым нам тяжело общаться, или, ну, у каждого это может быть своё, да, но как только... И вот пока мы его видим в нашем списке как невыполненное, оно висит на нас таким грузом, оно нам настолько мешает, вот это чувство, не хочу, не буду, оттяну, попозже сделаю, да, но мне надо это сделать, что мы остальные дела делаем хуже, делаем медленнее, медленнее, делаем с меньшим азартом, с худшим настроением, потому что у нас, нас гнетёт, нас гнетёт, вот это наше тяжёлое дело. Поэтому если мы сами себе скажем, так, я сейчас выйду из зоны комфорта, я сразу это сделаю и забуду про него, и у нас действительно, ну, прям вот камень с плеч, груз с плеч сваливается, и все остальные дела у нас получаются настолько хорошо, и быстро, и легко, что вот если вы через это проходили, или если вы поймёте, и всё-таки пройдёте через это, сами почувствуете, на самом деле, как это классно, когда действительно самое сложное дело делаешь в первую очередь. Потому что, когда мы его не делаем, тогда включается такое понятие, как прокрастинация. Это постоянное откладывание важных дел, заданий, поручений до последнего момента, который приводит к негативным последствиям. Мы же понимаем, что да, нам это всё равно нужно сделать. И, ну, мы отодвигаем, 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 мы прокрастинируем, и это у нас вызывает душевные страдания. Может быть, какое-то чувство вины перед собой или перед тем человеком, который всё-таки ждёт нашего звонка или ждёт нашей встречи. Мы можем себя считать каким-то несостоятельным, неполноценным. Это тоже нас опускает в наших собственных глазах очень сильно, и нам потом нужно долго-много будет времени. Чем дольше мы будем прокрастинировать, тем больше мы себя будем загонять ниже-ниже-ниже под плинтус куда-то, и потом дольше мы будем оттуда вылезать. В общем, какие-то мучения, что мы не можем себя заставить, начинаем на себя злиться. Это всё негативные чувства. Зачем они нам нужны? Встали, сделали и забыли. И наоборот, только радуемся, что какой я молодец, какой я умница. Для того, чтобы ещё, вот ещё есть один такой закон, называется закон трёх, для того, чтобы мы понимали, какие нам дела планировать, помня о том, что мы составляем план своего бизнеса, своей работы из соображений, что за что нам платят, то мы будем делать. За что нам больше всего платят, то мы будем делать. И закон трёх гласит, что из всех наших знаний только три, три, три наших знаний, навык и три умения составляют 90% нашей стоимости. То есть, то, за что мы можем хорошо заработать деньги, в нашем списке есть три, ну, три основных, так скажем. И главная задача определить эти три дела и посвятить им большую часть своего времени. То есть, мы понимаем, что мы умеем, что мы хотим, может быть, да, что у нас лучше всего получается, за что нам больше всего платят. И когда мы это в себе выявим, тогда мы можем планировать, ну, давайте будем говорить, свой бизнес. Вот. И это сделать очень легко. Достаточно задать себе три вопроса. Первый вопрос. Если бы я целый день мог заниматься одним делом, которое принесло бы мне больше всего пользы, отвечая на этот вопрос, мы можем четко показать, чем бы нам хотелось заниматься, что бы нам принесло пользу, потому что, если мы еще и это не только умеем хорошо делать, а еще и нам нравится это делать, это вообще высший пилотаж. Вот. Второй вопрос. Если бы я мог заниматься только двумя делами, какое дело было бы вторым, приносящим больше всего пользы? Пользы мы имеем в виду и моральные, и материальные, да? И третий вопрос. Если бы я мог заниматься только тремя вещами, какое было бы третьим, приносящим больше всего пользы в моем бизнесе? И вот таким образом мы сможем понять, чем мы можем зарабатывать, что мы можем взять за основу своей деятельности, что мы можем совершенствовать совершенствовать в себе для того, чтобы развиваться и расширять свой бизнес, да, и приумножать. Вот. Например, вот менеджер. Что должен уметь в обязательном порядке? Менеджер для того, чтобы его приняли вообще на работу. Да? Вот у него есть три навыка. Найл – обучение и управление. Он нанимает людей, он их обучает работе, и он ими управляет. Все. Менеджеру, по большому счету, больше не нужно. Именно за это ему будут платить. Именно три этих дела человек должен уметь выполнять на все сто, для того, чтобы он оставался на этой должности. Что такое продавец? Он должен сделать предложение, провести презентацию того, что он продает, и совершить сделку, продать товар. Все. Если это продавец, вот три навыка, которые он должен совершенствовать, за что ему будут платить. Так и в нашем бизнесе. Мы выбираем три дела, три своих навыка, три своих способности, которые мы хотели бы поставить на бизнес основу и этим зарабатывать. Я говорю, что в нашем случае, когда мы делаем свой собственный бизнес, очень хорошо, даже вот бизнес в нашем, скажем, вот комьюнити, чем он хорош? Что мы сами можем выбрать, что нам делать, выбрать дело по душе, то, что мы умеем лучше всего делать, то, что нам нравится. И вот главное правило этого закона – делать меньшее количество дел, но делать более важные вещи и отводить на них больше времени и совершенствоваться в каждом, для того, чтобы мы бы прям идеально делали. Когда мы говорим о том, ну, о построении, допустим, команд, у нас же все-таки дубликация, мы же говорим о том, как работать с командами, с нашими партнерами, как обучаться самому и передавать свой опыт, как обучать свои команды, да, то есть здесь мы тоже понимаем, что вся эта работа, она состоит из очень-очень-очень большого количества составляющих, и что-то мы можем уметь хорошо делать, что-то нам нужно подтягивать, а в чем-то мы можем привлечь либо своего спонсора, либо своего коллегу, либо, может быть, своего… в своей команде. Вот вы пригласили человека, вы понимаете, легко обучается, классно работает, да, вот мы его тогда привлекаем, мы создаем такой тандем, да, потому что кто-то, может быть, умеет очень хорошо делать презентацию, вот прям вот с душой, прям вот он прошел с первого дня, ну, условно говоря, нашего проекта, да, как вот зародился наш проект, и он понимает, что все на глазах у него, все стройки, все договора, все вот новые достижения, и он действительно может бесконечно об этом рассказывать. Так почему не использовать этого человека, почему, вернее, этому человеку не использовать свои навыки и не дать ему возможность вести эти презентации, встречаться с людьми, потому что, ну, он через себя пропустил все процессы наши, да, вот, кто-то умеет хорошо мотивировать, у кого-то, допустим, хорошо получилось построить команду, он может презентовать маркетинг, может рассказать, обучить, как правильно, какие шаги делать, да, для того, чтобы заработать. Так вот, вот, мы выявляем этих людей, выявляем эти навыки в себе, в людях, в совершенствах, и делаем такие рабочие тандемы, да, мы можем вместе приходить в зал на презентацию, и вот тот, кто умеет одно делать хорошо, вот он делает это, да, кто-то делает презентацию, кто-то сидит, регистрирует, потому что у него хорошо получается, спокойненько, вот, кто-то выходит, читает по лекции, ну, вернее, часть на презентации, читает часть по маркетингу, да, он умеет мотивировать, он умеет рассказать свою историю, может быть, он вообще просто сам человек с интересной историей, вот, в нашей структуре, нам необходимо их видеть, нам необходимо их поощрять, и необходимо в них это культивировать, их способности, да, но, естественно, и в себе, сами понимаем, вот, почитали, там, методы работы со структурой, работа с изражениями, заключения сделок, да, презентации, телефонные переговоры, приглашения, и мы смотрим, так, вот, я понимаю, что моя работа очень хорошо сложится, если я буду делать вот это, и вот это, и вот это, то, что я хорошо умею, а вот этому я еще немножечко подучусь, да, поэтому не нужно, я к чему это хотела сказать, не нужно хвататься за все сразу, самому, мы же как говорили, когда мы приглашаем на презентацию, если мы новичок, мы вообще сами не делаем презентацию, да, мы приглашаем на специалиста, на того, кто умеет это делать вот перфектно, вот, и так, три на пока мы берем на себя, то, что мы умеем, а то, что мы не очень хорошо умеем, чему мы еще можем поучиться, мы, конечно, приглашаем уже к специалисту, также очень важно уметь сказать нет каким-то делам, которые у нас отнимают время, то есть прекратить делать маловажные вещи, вот, даже можно составить рейтинг занятий, под названием, я больше никогда не буду этого делать, и вписать туда то, что мы когда-то делали, но сейчас мы понимаем, что это была пустая трата времени, из-за этого у нас были какие-то, ну, скажем так, расстройства, разочарования, потому что вот на это потратил время и не сделал что-то очень нужное и что-то очень важное, вот, слово нет экономит очень много времени, если мы научимся это делать, вот, и также очень важно записывать, я как бы заканчиваю тем, с чего я начинала, очень важно записать дела и потом отметить исполненное, для того, чтобы мы в своем плане вот этом видели, сколько дел мы уже выполнили, потому что каждое исполненное дело становится источником энергии, энтузиазма и уверенности в себе, он нас заряжает, это нас, понимаете, это нас заряжает, у нас повышается самооценка, мы растем во своих собственных глазах и занимаясь этим на регулярной основе, написали, вычеркнули, написали, вычеркнули, запланировали, сделали, похвалили себя, наш мозг начинает, он запоминает это состояние, вот это вот счастье, подъема, радости, и у нас начинает развиваться положительная зависимость от этого, это то, о чем я вам говорила, я жила по этому плану, и мне так было приятно видеть, что у меня сегодня все дела выполнены, я сегодня быстро справилась, я такая классная, такая молодец, и тогда у нас появляется желание ставить гораздо больше цели, больше планы, выполнять более сложные задачи, выходить из зоны комфорта, еще к планированию, есть такое большое, ну небольшое задание, мы знаем, что наша неделя состоит из 186 часов, я считаю, я считаю, что каждый, каждому необходимо выполнить один раз это задание, для того, чтобы визуально увидеть, как он проживает неделю, мы составляем список дел, которые мы делаем в неделе, обязательные дела, включая сон, прием пищи, приготовление пищи, там транспорт на работу, если мы не работаем дома, если мы где-то работаем, время, которое мы тратим на дорогу, чтобы туда добраться, на магазины, когда нам надо пойти, там купить продукты какие-то, то есть абсолютно все дела, которые мы делаем в течение недели, мы выписываем, и составляем такую диаграмму небольшую, сколько времени, на что у нас уходит в неделю, то есть мы 168 часов разбиваем, вот на такую диаграмму, такой вот график у нас получается, и мы можем четко тогда визуально увидеть, как много времени у нас на что уходит, и где-то появятся такие секции, отделения, которые нас шокируют, честно вам скажу, и вы поймете, что они шокируют либо тем, что мы так много на это время не тратим, почему, и мы начинаем анализировать, почему, как нам сократить это время, или же наоборот, вот как у меня, когда дело у меня было на общение с детьми и родителями, вот в моей диаграмме, это моя диаграмма первоначально, вот желтый цвет, я поняла, как я мало времени трачу на общение со своими детьми, да, один у меня уже совершеннолетний, второй еще нет, но все равно им нужна мама, им хочется со мной общаться, и я понимаю, что нет, мне эту секцию нужно расширять, вот, и можно также составить вторую диаграмму, где мы записали бы желаемое время, которое мы хотели бы потратить, я хотел бы вот на это, на это, на это, допустим, тратить времени больше, а на это меньше, и когда мы для сравнения их две вот так поставим, мы будем четко видеть, где нам нужно уменьшить, а где нам нужно увеличить, что нам нужно перепланировать в своей работе, для того, чтобы наше действительное стало очень-очень-очень похожа на желаемую диаграмму, и теперь мы переходим к телефонным, к навыкам коммуникации, так скажем, потому что все, что мы распланируем, как правило, у нас это будет связано с людьми, если мы понимаем, что в нашем плане большую часть занимает работа, общение, наш бизнес, я все равно делаю всегда акценты на работу в нашем проекте, потому что я сама в нем работаю, и вы все в этом проекте, то есть то, что я говорю о планировании, это пригодится не только в бизнесе, это пригодится в каждом прожитом дне, потому что мы каждый день что-то делаем, и мы каждый день хотим отдыхать, хотим получать какое-то удовольствие от каких-то приятных дел, поэтому планирование – это такая сугубо практичная вещь на все случаи жизни, как говорится, но если мы говорим о планировании звонков, встреч, презентаций, то, конечно, здесь очень важно навыки коммуникации, очень важен телефонный этикет, звонки, назначение встреч, поэтому мы не можем об этом не говорить. И я выделила из этого общего списка буквально 10 правил, главных навыков, которые мы должны уметь при коммуницировании с людьми. Первое – для звонка, для нашего разговора по телефону необходимо создать небольшой сценарий и следовать этому сценарию. То есть план разговора, он нам поможет все-таки достичь нашей цели, он может быть не идеальным, но он нам всегда будет напоминать о том, что мы в обязательном порядке хотели сказать человеку, потому что вы сами понимаете, что разговор может уйти в другое какое-то русло, и тогда мы всегда, видя свои пункты, сможем вернуться к первоначальной теме нашего разговора. Но это поможет нам тоже сосредоточиться конкретно на том, что нам нужно, потому что опять-таки цель есть у любого нашего действия, как так же, как и цель есть у планирования, так же цель есть у нашего маленького короткого разговора. Мы для чего-то звоним, для того, чтобы мы пришли к своей цели, нам необходимо понимать, чего мы хотим и как нам к этому прийти. Очень важно разговаривать во время, улыбаться во время разговора. Улыбка будет обязательно услышана. Как бы мы не сопротивлялись, как бы мы хотели сказать, что это не так, но это так, мы по коротким фразам можем понять и настроение человека, и то, что он там плачет или плакал недавно, и улыбается он или прям совсем радуется, и это совсем не связано с нами, но мы понимаем, что у этого человека просто взрыв положительных эмоций только что произошел. это очень важно, потому что это слышится очень хорошо. И когда мы начинаем с улыбки говорить «здравствуй», не важно, как мы начинаем свой разговор, это наш знакомый, это новый человек, то наш разговор, мы для собеседника будем казаться более дружелюбными, и разговор у нас будет более расслабленный. Очень важно, если мы звоним по делу, по бизнесу, по приглашению на презентацию, или мы прям сами идем презентацию по телефону, очень важно соблюдать правила корпоративного стиля. Проще говоря, одеваться на телефонный разговор так, как вы бы оделись на живую встречу. Это тоже очень важно, это нас очень организовывает, то есть нам нужна подходящая одежда для переговоров. Может быть, нам не нужно там для мужчин одевать пиджаки, прям завязывать галстук, но это обязательно должна быть рубашка и брюки, а не какие-то спортивные, там растянутые штаны. То есть наш голос меняется от того, что на нас надето. Это не я придумала, это придумали статисты, это придумали психологи, вернее, не придумали, а написали, сделали выводы из наблюдений. Очень хорошо, чтобы поза была удобная. Если мы лежим, это тоже слышно. Если мы только проснулись, допустим, мы проснулись и мы понимали, да, нам надо было позвонить, я долежал до последнего, все, хорошо, все, я глаза открыл, беру телефон и начинаю звонить. Если я буду лежать, это будет услышанно. Человек может всякое подумать, что такое деловой разговор, а он лежит. Также и голос. Если мы только проснулись и начинаем говорить по телефону, это тоже будет услышано, что мы только проснулись. Для того, чтобы наш разговор был более, ну, звучал, наш голос звучал более, ну, не знаю, по-деловому, необходимо проговориться немножко, да, там, не знаю, свихотворение вслух прочитать, скороговорку проговорить, буквально какие-то фразы придумать, просто вслух проговорить, 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 разработать свои голосовые связки, освободить их от слизи, которая накопилась за ночь в обязательном порядке, да, нужно поговорить, потому что, ну, очень чувствуется, поверьте, из своего собственного опыта говорю, очень чувствуется, когда человек только что проснулся. Мы иногда ведем какие-то встречи, какие-то вебинары, и мы слышим, когда мы утром начинаем здороваться друг с другом, мы слышим, кто еще говорит из постели или еще там сверху рубашка, а снизу пижамные штаны, да, поверьте, это очень слышно. Ну, естественно, нельзя жевать, там, пить что-то. Если вы, допустим, по видеосвязи разговариваете с каким-то своим коллегой, со своим партнером, да, вы можете сказать, давай по чашечке кофе сейчас заварим с тобой и будем сидеть и поговорим, да, вы включите камеру, и вы вот как будто бы вместе за одним столом пьете кофе. Да, это допустимо абсолютно, я не говорю, что это там под запретом каким-то, да, но если это разговор прям по телефону, то, ну, не нужно в это время там свинеть этой чашкой или там глотать, пить, ну, неправильно. Если бы мы это не сделали на встрече, на живой встрече с этим человеком, то не нужно это делать и при телефонном звонке. Ну, и в обязательном порядке делать все звонки в хорошем настроении. Если у нас что-то произошло, и мы не умеем перестроиться, вот не получается. Лучше отложить звонок, я не знаю, ну, если это, конечно, возможно, да. Вот. Если мы просто планируем там обзвон какой-то или еще что-то, то нужно хорошо подумать, распланировать, чтобы у нас было хорошее настроение, потому что плохое настроение тоже может нас выдать. Мы можем включить дежурную искусственную улыбку, начать говорить, но в процессе разговора какие-то наши мысли нас опять начнут угнетать, потому что мы не вышли из этого состояния негативного, в котором мы сейчас пребывали, да, у нас что-то произошло или был какой-то неприятный разговор. Очень важно говорить медленно и четко. Не обязательно всегда говорить медленно, но нужно говорить четко. Если есть какие-то вещи, которые вы должны проговорить, и вы об этом еще не говорили, можно порепетировать. Если есть какие-то вещи, которые связаны с терминологией какой-то, достаточно сложной, прям порепетируйте говорить эти термины, да, для того, чтобы мы не запинались на произношение этих слов. Они могут быть специфические, они могут быть какие-то сложные, да. Но главное, когда мы будем репетировать свой разговор, не дойти до какого-то робота, да, там до автоматизма, и потом поднял трубку, и начинаешь там на автомате что-то говорить. Да, тоже так не нужно. Все-таки разговор должен быть живой, и он должен быть индивидуальный, потому что, наверное, многие из вас сталкивались с тем, когда нам звонят статисты какие-то, рекламщики какие-то, и они задают, здравствуйте, там балаболят, и начинают представляться, и тут же перечислять быстро-быстро, что они хотят спросить какие-то, получить от нас статистические данные там. Но иногда так быстро говорят, ну, ты понимаешь, человек там уже 125-й раз произносит эту речь, и ему абсолютно все равно, кто на том конце провода, да, ему главное вот для галочки, и он сделал звонок, сделал звонок, сделал звонок. То есть в нашем случае так не подходит категорически, мы так не делаем никогда, потому что у нас все-таки бизнес, в который мы должны входить душой, сердцем. Я как бы не боюсь этих слов. Вот только тогда, когда человек хорошо это все прочувствует, поймет мотивацию, поймет, может быть, значимость проекта этого дела для себя, для других людей, для экологии, это, конечно, он это прочувствует только сердцем своим, вот только тогда он войдет в этот бизнес. Никого на автомате там или за уши мы не притягиваем, потому что все, что мы делаем, это делается во благо, и к этому мы должны прийти абсолютно осознанно и разумно. Но также очень важно, это такое правило коммуникации, очень важное, научиться подстраивать свою речь под скорость речи нашего клиента. Если клиент говорит медленно, то и нам нужно научиться замедлить немножко темп своей речи, замедлить темп скорость подачи информации, чтобы он успел все услышать и понять. Потому что если он говорит медленно, то он и воспринимает медленно, слышит медленно и раскладывает по полочкам у себя в голове информацию тоже медленно. Но у него одна скорость для всего. И если мы ему быстро протараторим, представьте себе, все равно, что стоит человек раскладывает товар на полочку, а вы ему его подаете. И вот он раскладывает медленно, аккуратненько поправляет эти баночки или коробочки, а вы ему их бросаете, потому что вы привыкли работать очень быстро. То рано или поздно у него что-то упадет, у него что-то не получится, он положит криво. То же самое происходит с информацией. Он ее криво-косо как-то где-то не усвоит, и ему информация, я покажется, вся, которую мы ему даем, неинтересной. Потому что он не все понял, потому что ему не понравилась ваша подача, потому что ему не дали подумать, ему не дали представить то, о чем мы ему рассказываем. Это очень важно. Но в то же время, если перед нами деловой человек, который говорит быстро, четко, это вот мы будем дальше говорить о психотипах, это такой типичный командир, то и нам тоже нужно научиться давать четкую информацию, делать какую-то выжимку такую основную и подавать ему только вот такие факты, которые ему интересны, которые ему полезны. Вот мы на психотипах будем говорить, какую мы информацию, какому психотипу и каким образом мы подаем. Вот сейчас я просто говорю, что мы подстраиваемся под скорость речи. Также очень важно не перебивать. Если особенно вы задали ему вопрос, не перебивайте, позвольте ему закончить свою мысль, то, о чем он начал говорить, потому что это может сломать ход его мыслей. Он же, принимая информацию нашу, у себя ее каким-то образом раскладывает. Он будет задавать вопросы для того, чтобы у него все уложилось так, как он это понимает, так, как он привык. Поэтому если мы начнем его перебивать или не отвечать на его вопросы, то у него этот пазл сломается. Ему опять наша информация будет неинтересна. Мы ему будем неинтересны, потому что мы не учитываем его интерес, его способности, его желания. Поэтому не перебиваем, особенно если мы задали вопрос. Даже если, на наш взгляд, мы видим, что человек либо начал издалека, либо уводит куда-то, но он отвечает нам на вопрос, поэтому мы его выслушиваем. Лучше всегда иметь под рукой ручку, бумагу, и мы себе лучше какие-то пометки сделаем. Мы можем сделать пометки, если он ушел от темы разговора, ну, прям вот отъехал и начал, вот вдруг вспомню, мы сказали, что вы для детей можете сделать хороший пакет, и вдруг он начинает вам рассказывать про своих детей и внуков. Пусть расскажет, пусть ему приятно, это его то, чем он живет, пусть он нам расскажет, потому что он этим живет, значит, он для них что-то все-таки, ну, будет готов сделать. Ну, пусть он расскажет, насколько они ему дороги, насколько он их любит. Но мы делаем пометку какую-то, что вот этот вопрос, этот я еще должен задать, чтобы даже если мы сейчас вдвоем поговорим о внуках, и мы зададим еще какие-то вопросы там об этих внуках и об этих детях, да, ему будет приятно, что мы поинтересовались но она будет классно потому что мы еще получаем дополнительную информацию который тоже мы фиксируем себе на бумаге потому что она может дальнейшем но помочь при в разговоре при следующей встрече может быть какая-то идея у вас появится вот опять таки мы говорим о пакетах человека заинтересовала моему говорим какие у нас есть возможности ну вот для него и конкретному и вдруг он сказал что у него есть дети на его это заинтересовало он сказал я там еду сейчас сдачи там выбить не встречались там теле ну давайте мы вот это вот дело сейчас закончу да но вы помните что его есть дети и он уже проговорился что у него есть несовершеннолетние дети мы сейчас делаем сделку но у нас уже есть не только что что у него есть несовершеннолетние дети. Значит, при следующей встрече мы можем ему сказать, вот вы взяли очень хороший пакет для себя, да, но вот при прошлой встрече вы упомянули, что у вас есть детки несовершеннолетние, а вы знаете, какой вы можете подарок этим деткам своим сделать? И он говорит, вот у нас есть такие-такие пакеты. Понимаете, вся информация, которую мы узнаем о клиенте, нам потом может помочь в последующих разговорах. И он, вы знаете, как многие люди благодарны, когда мы им начали предлагать вот эти детские наши пакеты. Они были благодарны, они говорят, а я читала, я не понял, что это такое. Да, я видел в кабинете, я не понял. Как хорошо, что вы мне сейчас подробно рассказали. Это же такой классный подарок на совершеннолетие, когда ты вручаешь уже выплаченные пакеты, вручаешь сертификат на какое-то определенное количество долей, да, и при этом он уже был выплачен там 4 года назад, и на нем уже какие-то наросли там дивиденды, да, вот, то есть всю информацию используем, с пользой для клиента и во благо. Также нужно быть готовым к тому, что нам скажут нет, что прервут разговор, не захотят с нами общаться, может быть, даже нагрубят. Вы все сетевики нам надоели. Вот, будьте к этому готовы, вспоминайте статистику. Помните, мы говорили статистику, что 30% из всех наших предложений могут быть отвергнуты. 30% людей имеют право сказать нет, это их право. Помним про эти 30% и не расстраиваемся, не ломаемся, не, как говорится, не обижаемся на этих людей, которые нам говорят нет. У них есть свои причины. Эти причины могут быть очень разные, мы уже о них говорили, еще будем говорить о психотипах, когда будем говорить, будем говорить о причинах, почему люди нам отказывают. Но мы готовы к этому и хорошо. Всегда заканчиваем звонок вежливо, чтобы, как бы он у нас не заканчивался, либо нам сказали нет, мы все равно получили мы или не получили то, что мы хотели. Всегда благодарим собеседника за время, которое он потратил на разговор, потому что он действительно потратил какое-то время на разговор с нами, может быть, это было у него совсем не запланировано. Пожелаем вам всего доброго. Ну и смотрим, чем закончился наш разговор. Если мы нам сказали, пока нет, я этим не могу заниматься, мы тогда просим разрешения позвонить когда-нибудь попозже. Если нам клиент сказал, что ну да, проект интересный, но я считаю, что мне еще рано в него входить, может быть, давайте я подожду немножко, может быть, у вас там еще что-то произойдет такое, вы мне потом расскажете, да, и может, после этого я уж точно войду в проект, да, и тогда вы говорите, можно, вот у нас сейчас будет Экофест, у нас сейчас будет отчетная конференция Анатолия Эдуардовича, он расскажет о планах на будущий год, и когда я эту информацию узнаю, когда она официально выйдет, можно я вам позвоню и вам ее расскажу, да, вот, тогда да, конечно, вот, но если мы уже, у нас завязывается какое-то сотрудничество, и мы пообещали уже дать какую-то информацию, сделать какие-то действия, то всегда предпринимаем последующие действия, о которых мы договорились во время звонка, то есть все, что мы пообещали человеку, мы делаем, пообещали назначить следующую встречу, назначаем следующую встречу, пообещали прислать какие-то материалы, какие-то ссылки, подключить к каким-то каналам, его делаем в обязательном порядке, причем сразу же, сразу же, для того, чтобы мы были деловым партнером в его глазах, да, мы, чтобы мы были профессионалом в его глазах, потому что, как бы это ни звучало, мы делаем благо для них, если они становятся акционерами, но и мы делаем бизнес, мы делаем свой бизнес, каждый партнер, который переходит в нашу команду, будет он строить или не будет он строить структуру, это наш деловой партнер, это наш бизнес, он вошел в наш бизнес, он нам приносит прибыль, он нам приносит пользу, поэтому общаемся мы с ним, как с деловым партнером, это очень важно, вот, вкратце, наверное, это все, что я хотела сегодня сказать по этим двум темам, следующий четверг, да, я не помню по расписанию, что у нас следующий четверг будет, да, мы поговорим о психотипах и что такое основной побуждающий фактор, темы тоже интересны, очень ее люблю, вот, поэтому на сегодня я благодарю вас за то, что вы были до конца, за то, что вы досмотрели до конца, дослушали, буду очень рада, если информация кажется для вас полезной, и прощаюсь с вами до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok